Приветствия, почтения вашему вниманию, сценарий человека, часть 2, Челнинг, Высшие Силы, Архистротик Михаил, Контактер Сафос. Ведущий, я приветствую Архистротика Михаила и хотел продолжить тему сценарий человека. Силы, я приветствую тебя, я Архистротик Михаил. Прежде всего необходимо сказать, что сам по себе сценарий для человека создается вышестоящей системой, которую вы практически не изучали, не знаете, и она отсутствует в ваших инкарнационных полях. Это система главного определителя. Это кластеры управления пространством восприятия человека. Сами кластеры находятся в системе вышестоящего разума архитектора в виде подсистем планетарного назначения. Подсистем матрицы. В эти кластеры направляют всех наблюдателей, которые согласовали свой опыт с душами по отношению ко всем системам, ко всем вышестоящим определениям. Это называется инкарнацией, посевом. Это называется человеческой жизнью. Сам по себе наблюдатель есть перекрестное значение, которое так или иначе взаимосвязано с тремя основными вышестоящими системами определения. Это абсолют в виде монады. Это душа в виде полей обмена человека. И это осознание человека в виде главного определителя, в виде архитектора. В вашем православном эгрегоре это представляется как отец, сын и святой дух. И это присутствует во многих религиозных учениях. Сам сын образован именно от сознания, отец, от творения, а святой дух – от души. Это определение было вложено как истинное значение человека. И когда человек произносит за отца, за сына и за святого духа, то по сути он произносит это за себя, поскольку он и есть это единство воплощения трех вышестоящих систем. Сам наблюдатель есть не только изначально сложенная система формирования событийных рядов, переживаний, опытов, нахождения в пространстве, в координатах, в сопоставлении с другими людьми и так далее. Это еще и изначально заказная душой система определенных эквивалентов, так называемых инкарнационных точек, которые будут формировать опыт души в сопоставлениях наблюдателя в тех или иных эмоционально-чувственных каркасах. Эта информация уже давалась, она есть, и эта информация в принципе донесена. В правильном ключе, следовательно, душа, сопоставляя свой опыт с пространством будущего наблюдателя, прежде всего создает именно эмоционально-чувственный каркас. Эта составляющая ее интересует как эквивалент, как некое сопоставление со своим опытом. Это происходит потому, что сама эмоция, которая привносится вышестоящей системой, высшим я, системой кластеров, главного определителя, собирает все значения и сопоставляется со всеми значениями в пространство. Поэтому человек, который находится в подавленном или повышенном настроении с точки зрения восприятия, создает все пространство в тонах своих эмоций. Если он находится в повышенных эмоциональных состояниях, то и пространство для него представляет интерес, цвет, запах, вкус, пахнет весной и так далее. Если он находится в депрессии, то он теряет интерес к пространству, к его проявлению и по сути уходит в себя, в состояние собственных проблем, собственной иллюзии. Это состояние проблем, иллюзии есть некое сопоставление, некое значение, которое формируется как опыт человека, его состояние, его жизнь. Сама проформа событийных рядов, в данном случае по отношению к заказу души, складывается вышестоящей системой, как некая зависимая величина от тех пространственных сопоставлений, которые в вашей жизни, в вашем понимании, называются сценарием будущего. Этот сценарий составляется изначально с участием вышестоящих цивилизаций, вышестоящих систем, учительской системой отчасти, и есть не только как будущий опыт для душ, но и как некая возможность человека создавать те или иные сопоставления себя и пространства. В данном случае интересы учительской системы, как система, которая образует опыт душ, и самих душ расходятся с человеческими представлениями, его категориями, его позицией о будущем. Поскольку для человека существуют определенные вложенные, ложно представимые значения, которые направляют его на путь накопления денег, материальной собственности, на путь благосостояния, некоего условного развития в виде обучения, карьеры, сопоставления себя с властью, с внутренней и внешней значимостью, эти коэффициенты являются привязкой, зависимостью человека, которые создаются прежде всего для того, чтобы отдаляя, либо приближая к этим привязкам, собственно сознание человека, его осознание, возникали эмоционально-чувственные каркасы, как некая система взаимосвязи пространства и человека. А следовательно, пространство и события человека должны быть сложены таким образом, чтобы проявить в этих событийных рядах, в этом пространстве координат, в этой системе взаимодействия человека, те или иные эмоционально-чувственные каркасы. При этом, как уже много раз говорилось, место и участники этого процесса особого значения не имеют, поскольку сам эмоционально-чувственный каркас представляется как состояние внутренних, эмоционально-чувственных полей человека, которые накладываются из высшестоящей системы и создаются или подтверждаются душой. Сама система этого опыта именно определена состоянием эмоций и чувств, которые есть главный источник опыта для души, как некая направляющая система ее развития, некое ее сопоставление с теми возможностями, которые может получить человек. При этом эти возможности не всегда проявляются как развитие, поскольку во многих случаях человек, который находится в крупном бизнесе, связан в деньгах, в сопоставлении себя с информацией, с социумом, обществом, с трудовым коллективом, так или иначе, с течением времени проходит определенную стадию деградации, впадая в зависимость от денег, от собственной власти, от системы взаимоотношений с обществом. И эта деградация создается прежде всего увеличением степени его зависимости от тех состояний, которые он вначале воспринимал как некий успех, некое достижение, а потом они становятся его частью, частью его пространства, его состояния. Естественным образом очень часто эти состояния на каком-то жизненном этапе начинают нарушаться. И в этот момент возникают яркие эмоционально-чувственные каркасы, которые связаны с ощущением страха, завистью, жадностью, опустошенностью и так далее. Эти эмоционально-чувственные каркасы и есть деструктивные поля возможностей, деструктивный опыт души. Естественным образом состояние человека в эти периоды, периоды его опыта жизни поддерживаются и конструктивными значениями, которые проявлены как состояние радости, оптимизма, свободы, условной свободы, условной независимости, успокоения и даже в некоторых случаях гармонии. Эти состояния привносятся для того, чтобы выровнять эмоционально-чувственный фон, балансы, которые человек должен проявить как спокойные, освобожденные от прошлых состояний и зайти уже в новое состояние новых переживаний, новых изменений, преломлений себя о пространственные событийные ряды. Таким образом, по сути, сам событийный ряд создает для человека именно с точки зрения эмоционально-чувственных каркасов, а следовательно, событийные ряды выстраиваются в системе возможностей человека именно с точки зрения тех инкарнационных точек, тех эмоционально-чувственных каркасов, которые сформировала душа при инкарнации человека. Эта система работала до 2011 года практически без изменений. И до этого она работала в течение многих тысяч лет и даже больше с точки зрения понятий. Воспринимая эти значения, человек может задать вопрос, а почему он должен это переживать? Либо сопоставлять себя с различными состояниями, которые ему по сути не нужны, ни как переживание, ни как сопоставление себя с различными обстоятельствами в событиях. К сожалению или к счастью, этот опыт привнесен как некое обязательное условие существования человека в этом пространстве. В данном случае человека никто не спрашивает, хочет ли он видеть себя в состоянии бедности или богатства, счастья или несчастья, в состоянии семейного благополучия, либо одиночества. Это состояние привносится с точки зрения сценарного кластера, главного определителя. Для того, чтобы выработать состояние тех эмоционально-чувственных каркасов, которые необходимы душе. Необходимо сказать, что за последние 4 года было закольцовано время, и в этом временном кольце разрушилось и нарушилось очень сильно обязательство кластеров главного определителя и самого главного определителя перед советом душ по исполнению их опыта, по исполнению взаимодействия событий человека и эмоционально-чувственных каркасов, которые он должен переживать. Пространство как бы изогнулось и стало больше напоминать период сохранения беременной женщины в больнице. А это означало, что, по сути, каждого наблюдателя могли погружать только в те события, которые были крайне необходимы, которые были больше связаны не только с опытом, сколько с его стабильностью удержания себя как наблюдателя в пространстве в связи с изменением собственного пространства, его частоты вибраций и т.д. Поэтому само пространство с точки зрения его преобразования стало диктовать определенные условия для системы главного определителя для того, чтобы сохранить максимально возможное количество наблюдателей в системе процесса опыта, процесса взаимодействия с пространством. Эти направления стали более щадящими, более ограниченными, тупиковыми с точки зрения развития. И эта позиция была выработана цивилизациями как некая сохранность человека в период нулевого времени. Некая политика, которая создавала состояние человека в некой замкнутой среде, как некую сохранность для того, чтобы преобразовать программное обеспечение, подготовиться к системе выхода в новое состояние человечества. Этот процесс уже был описан неоднократно, был донесен в информационное поле, но результатом его стало не только ускорение и деградация собственного человека в собственных возможностях, полях и даже желаниях, но и состояние пространства стало взаимодействовать только однополярно по отношению к деструктивным значениям. И люди стали меньше улыбаться, смеяться, общаться, гармонизироваться и так далее. Эти состояния стали уходить от необходимого опыта душ. И сам опыт душ стал уменьшаться с точки зрения его исполнения до 30% и даже менее процентов. А это уже критические состояния, это уже дисбаланс, который становится неприемлемым для продолжения опыта человечества с точки зрения душ, как основных заказчиков этой планетарной системы. Эти противодействия, эти опыты цивилизаций, главного определителя, привели к решению расслоить пространство и разделить его на два условных сценария. Один сценарий будет направлять человечество, его небольшую часть, в состояние коэффициентов, приближенных к четвертой мерности, в состояние развития возможностей. Другой сценарий будет работать на сам сценарий, на его внешнюю оболочку, которая представляет собой дальнейшее развитие техногенной конструкции, техногенной эволюции, преобразования человека в системе зависимости его от элементов и алгоритмов архитектора, который начинает связывать человека, его техногенные состояния в единую систему взаимодействия, постепенно внедряясь в тело человека, в его сознание, в его суть, в его плоть и вымещая таким образом состояние Абсолюта из человеческого тела, человеческого духа, состояния. Этот процесс является естественным опытом архитектора по замещению матричных кодов Абсолюта на свои матричные коды. И мы об этом уже частично говорили. Поэтому состояние сценария с точки зрения дальнейшего взаимодействия прежде всего на сегодняшний момент определяется с точки зрения уже будущего расщепления, будущего взаимодействия с будущим пространством. Это достаточно интересный, эволюционный, очень важный момент в истории человечества, поскольку это подобно маленькому микропереходу с точки зрения самих событийных рядов, самих возможностей. И левый лепесток станет более жестким, депрессивным, деградирующим, определенным в состоянии большого количества деструктивных значений. А правый лепесток как бы освободится от эгрегоров, зависимостей, привнесенных состоянием информационных потоков и станет под управлением большой частью учительской системы, поскольку именно учительская система должна выправить состояние пространства, которое будет воспринимать человек для своего развития и опыта, и прежде всего для души. В этом случае души естественным образом уже сейчас меняют инкарнационную составляющую, замещая депрессивные, деструктивные, эмоционально-чувственные каркасы на каркасы развития, каркасы благости, состояние счастья и так далее. Но эти каркасы будут запускаться и реализовываться с точки зрения пространства только к концу следующего года и в начале 2018 года, поскольку до этого будет идти большая подготовка с точки зрения состояния самого человека, поскольку, чтобы реально и правильно понимать эти состояния, человек должен избавиться от многих привнесенных значений, памятных внутренних состояний, программ эго, ментальных конструкций и так далее. Эти процессы у некоторых практически закончились, но у очень и очень небольшой части. У других они только начинаются, поскольку процесс просыпания до сих пор еще идет и будет идти до конца года, и эти проснувшиеся так или иначе будут пополнять ряды тех, кто будет жить ожиданиями, возможностями развития. И в этом моменте я хочу остановиться, поскольку сам сегодняшний человек на сегодняшний день представляет в основном развитие с точки зрения только обогащения своего сознания и памяти, информацией, изъятой из различных источников информативного поля, из интернета, телевидения и в некотором случае из книг, из общения. И эти информативные поля, проявляясь в жизни человека, очень мало меняют его состояние в его целях, задачах, его представлении о будущем. И, как правило, такие люди занимают условно-пассивную позицию, поскольку их позиция прежде всего основана на том, чтобы сохранить инерционную составляющую того процесса жизнеполагания, которое у них есть. И очень маленькое количество, буквально тысячные доли процента, решаются на то, чтобы изменить свою жизнь кардинально, выбросить все состояния, которые были у них в виде зависимости, привязок, зацепов и перейти в совершенно другую зону взаимодействия себя и пространства. Таких решений можно, по сути, посчитать от силы сотнями, но не больше, по всей России и даже по всей СНГ. Это означает, что очень маленькое количество людей развитие действительно определяет себя осознанно вместе с душой в так называемых новых эквивалентах и состояниях. Эти эквиваленты и состояния будут увеличены, как возможность, уже в ближайшие 2-3 месяца. И несмотря на то, что событийные ряды и линейное время уже запущены, хотя интервально сами по себе возможности человека проявляются очень слабо, поскольку его поле, его сознание еще работает на программу удержания, стабилизации сознания по отношению к высокочастотным вибрациям пространства. Это означает, что у каждого наблюдателя выставлены достаточно большие фильтры системы, поддерживающие его баланс. Несмотря на это, уже начался процесс вывода достаточно большой массы наблюдателей в фантомные ряды, поскольку у многих сознание не выдерживает частот, создаваемых пространством четвертой и пятой мерности и просто выключается по отношению к наблюдаемому пространству. В ближайшее время будет изменен количественный состав наблюдателей по отношению к внешнему пространству. И поскольку пропорции фантомных рядов нельзя удерживать более чем на 50% с точки зрения энергетического наполнения, будут изменены характеристики событий, сознания человека в его будущем. Это необходимо понимать. Следующую лекцию, следующий урок я хотел бы провести с точки зрения уже формата сборки самих событий по отношению к системе восприятия человека, к системе того вышестоящего разума, который создается как кластеры главного определителя, как система, которая связывает все событийные ряды воедино, увязывает пространство восприятия в единую позицию. Если есть вопросы, задавай. У меня один вопрос по душам. Говорилась, была информация, что в правый лепесток выйдет основное количество душ, которые проснулись, которые направляют наблюдателя в будущем развитии. Насколько все-таки получится возврат? Я не услышал эту цифру. Примерную цифру, сколько планируется вернуть из тех, кто уйдет в правый лепесток. Назад, в третью мерность. Так называемый жесткий сценарий через 5 или 6 лет или 4 года. Ответ. Нам бы не хотелось говорить эту цифру, поскольку она не создаст некоего оптимизма в рядах тех, кто уже проснулся. Но это более 85%. Спасибо за информацию. Продолжение следует. Продолжение следует...